Конец лета 1942-го. Близится третья годовщина Второй мировой войны. Гитлеровские войска оккупировали почти всю Европу и часть Северной Африки. В России идёт второе крупное летнее наступление. Его цель – Каспийское море и Кавказские нефтяные промыслы. 6-я армия генерал-полковника Паулюса быстрым наступательным маршем продвигается к городу на Волге, где состоится самое жестокое сражение века – Сталинграду. Сталинград 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 Италия. Порто-Черво. Август. 1942 года. Козыри-Черво. 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 Козыри-Черво, Герлифтенон. Как всегда, как всегда. Тёплая, как матча. Да. Вы можете сгореть на солнце. Можно будет жарить рыбу. Давай. Вот так. Да. Да, да, да. Вот так нормально, Лупа. Садись давай. Простите, Герб, обер-лейтенант. Играйте пиками. Не червами. Пиками играйте. Да. Как всегда. Как всегда. Да. Рола. Добрый день, сеньора. Нет, обер-лейтенант. Я тебя выгру. Граци. А теперь я тебя. Моя взятка. Нет, нет, нет. Почему? Кто выиграл? Я выиграл. Эй, толстый, когда ты уже прикончишь эту бутылку? Это прощальный подарок нашего муфтия. За десять марок могу уступить тебе. За десять марок я могу купить пальму и выдрузить её тебе на голову. Тебе всегда достается всё самое лучшее. А у меня ужасный стоят. Говорил я, надо оставить его в лазарете. Но нет ведь. Иногда мне кажется, что Томми прострелили башку не ему, а тебе. Завтра его отправят дамы. Пусть играет. Его жену ждёт большой сюрприз. Лупо? Доктор сказал, что ему нельзя пить. Да ладно. Он и так больной на голову. Хорошая вина. Сколько на твоих? Чуть больше часа. Мы ещё можем подцепить шлюху. Да, обер-лейтенант? Да, посмотрите на этих женщин. Да, да. Какие подарки вы приготчевили вашей жене? Это не займёт много времени. Батальонное построение. Эй, друзья, помогите обер-лейтенанту. Давайте, ребята, берите его. Это моя бутылка или нет? Осторожно, не уроните. Я ничего не вижу. Герр, обер-лейтенант. Что за дерьмовые часы ты купил? Воды непроницаемые до 30 метров. Их же ещё и заводить надо. Давайте возьмём его на руки. Пссс. Ты понесёшь кресло. Кто взял мой мундир? Раз, два взяли. Кто взял мундир? ВСКРИКИ ПОТОБЩЕНИЕ 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 СОЛДАТЫ Солдаты, от имени фюрера объявляю вам, в битве за Африку мы достигли великих успехов. Англичане отброшены обратно к Нилу. Это не в последнюю очередь ваша заслуга. Спецназовцы показали себя настоящими героями. Вас выбрали, потому что вы самые лучшие. Помните об этом. Теперь перед вами стоят новые задачи. Но прежде чем вы сформируете новое элитное подразделение, от имени фюрера вы получите медали за важную роль, которую вы сыграли в жестоких, но славных боях под Эль-Аламейном. Солдаты, представляю вам нового командира 1-го взвода 2-й роты. Лейтенант фон Витцланд, ко мне. Те, кто должен получить награды, выйти из строя. Батальон, смирно! Поздравляю! Лейтенант фон Витцланд, вручите награды вашим людям. Чем объясните свое опоздание, обер-ефрейтор? Посещал в лазарете вашего предшественника, герр-лейтенант. Герои не могут опаздывать, обер-ефрейтор. Запомните это. Унтер-офицер, вы примете награду фюрера с расстегнутым воротничком? Так точно, герр-лейтенант. Награда не будет вручена. Батальон? Вольно. Встать в строй. Воины спецназа, через полчаса будьте готовы к выступлению. Батальон? Разойтись. Не бросайте меня. Ребята, не бросайте меня. Возьмите меня с собой. Давай, проходи скорей. Виола! Прощай, любимый. Чао, Виола. Что, толстый, ты влюбился? Когда свадьба? Чао, Белла. Чао, Белла. До встречи. Милая Клара, я в России. Между нами две тысячи километров. Какое чудовищное расстояние. Теперь ты уже не будешь писать мне так часто, как раньше. Конечно, ты можешь мне писать. Но только твои письма будут идти целую вечность. Это плохо. Знаю, если бы у меня был выбор, я бы предпочел уютное кресло в кабинете твоего отца. Вместо тесной теплушки. Прошу простить меня. И понять мою радость. Неопределенность последних месяцев минула. Моя жизнь обрела конкретный смысл, цель. До этого казалось не имеющим большого значения. Но чем ближе к линии фронта, тем больше растет моя меланхолия. Все чувства, оказавшиеся такими мелкими, особенно мои чувства к тебе, разгораются с новой силой. Видела бы ты меня сейчас? Вокруг меня сидят наши стойкие воины. Мои воины. Я люблю их, потому что знаю, только тяжким трудом я смогу завоевать их вложение. Но ты бы сморщила нос от издаваемых ими ароматов. Считать не умеешь. Ты покрыл его десерткой. Ну-ка, дай сюда. Даже с дырявой головой Лупа играл лучше, чем ты. Поначалу все ложатся, не переживай. Вы насмотрели мою гениальную стратегию, да, Рола? Эй, это мои карты, не трогай. Были ваши, стали наши. Не знаете, в какую сторону тащится этот сарай? Что если я в Сталинград, господа? Отлично, с Владимиром Ивановичем. Мы возьмем этот город за три дня. Тебя мама родила таким дебилом. Если бы я не видел, что мы движемся, я бы подумал, что мы уже десять часов стоим на месте. Да, Россия большая. После войны каждый получит, что захочет. Я уже сказал, стой гектарам земли. Здесь мне даже за деньги не надо. Ну и возвращайся в свой вонючий городишко. Смотрите, они уже на нас работают. Работайте, быстрее. Шевелитесь. Это все, что я знаю. Руки-верк! Руки-верк! Эй! Адольф построит не автобан. До самого Киркова, или как он там называется. Для такой большой страны потребуется много грузовиков. Хватит, Райза. Как трогать мы, что наш лейтенант старается с нами подружиться? Можно вопрос, герр-лейтенант? Слушаю. Вы еще не были на фронте. Когда-нибудь нужно начинать. Вы получите массу удовольствия. Можно пари, герр-лейтенант? Я переживу войну, а вы нет. Да. И какова ставка? С вас две фляжки воды. Отлично. Но как он с тобой рассчитается? Отлично. Отлично. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Очень мило. А мы еще даже не в Сталинграде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Что вы делаете? Немедленно прекратите! Давай, давай! Давай, давай! Гауптман, они не имеют права. Я протестую. Протестуйте, сколько влезет. Лучше всего напишите фюреру. Ген, лейтенант, сюда. Лейтенант фон Витцланд, 336-й батальян спецназа, 2-я рота, 1-й взвод. Добро пожаловать в Сталинград. У вас наконец-то к нам прибыли настоящие специальные. Разрешите представить, фельдфебель флюгер, 179-й штурмовый батальон, только что из-под Воронежа. Раз вашему прибытию, гер, лейтенант. Мы отбросим русских иванов прямо в Волгу. Сигарету? Спасибо. Гауптман, считаю своим долгом сообщить вам о вопиющем факте дурного обращения с военнопленными. Да, я уже слышал. Кажется, вы неравнодушно относитесь к русским. Забудьте об этом, лейтенант. Проследите, чтобы людям выдали боеприпасы и ручные гранаты. После чего совещание взводных оротных командиров. Идите. Ваш дядя, полковник фон Витцланд, мой хороший друг, он попросил меня, чтобы я оказывал вам всю необходимую поддержку. С нами Бог. Эти слова выбиты напряжке ремня каждого немецкого солдата. Да, с нами Бог. И правда, а я и не заметил. Ибо нет более важной миссии, чем защищать западные христианские ценности от восточного большевизма. А потому немецкий солдат, в отличие от большевика, напряжке которого нет места для Бога, Никогда не остается без поддержки свыше, в какой бы безвыходной ситуации он не находился. Миллер, вперед. Слушаюсь, гер, лейтенант. Пошли. Давай. Это безумие, они стреляют по своему. Артиллерия, что с ними взять? Осторожно. Никогда не может собраться. Ребята, спокойно. Вы только меня слушайте. Солдаты, любой ценой мы должны занять эту фабрику. Но первоочередная задача – подавить пулеметные гнезда русских. Как только бьет артиллерия, русские прячутся. Что-нибудь видно, Гауптман? Подозрительно это все. Гер, Гауптман. Мы в квадрате Фрида 20. Прекратить огонь. Повторяю, прекратить огонь. Где эти пять штурмовых орудий? Как обычно, их нигде не видно. Слушаюсь, гер, майор. Все чистое, Гер Гауптман. Стрелять только по моей команде. И соблюдать тишину. Все ясно? Тогда вперед. За мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, ты болван, Гельтман. Я не хотел. Теперь Ивана знает, что мы здесь. Ну, извини. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Говорят, они лучше наших Стреляют без засечки Очнись Теперь мы точно победим русских Вы не кричи их Стреляйте по окопам Не осторожен, идей сплакать бензином Вперед, ребята Уже пальчики в танках За мной, за мной, вперед Что с тобой? Давай, давай, пошли дальше Вставай, пошли Я не могу Не могу Вылезай давай Я кому сказал, вылезай Возьми себя в руки, бестолы, чертова Не надо, возьми его солдатскую бирку и иди Если не пойдешь, я тебя здесь прошу одного, ты понял? Чтобы тебе пусто было Поддыхай, ссыка Сам будешь в этом везла Пойдем дальше Все дальше Что я тебе говорил, идиот За мной? Не дойдем, капитан, не дойдем Не сможем Невозможно, нет ничего невозможного, рейтенант Где дымовая шашка? Давайте сюда Дымовая шашка Вы должны накрыть этот пулемет Фриц, давай сюда шашку Он прав, Hauptmann Мы не дойдем, это невозможно Теперь ты можешь искупить свою ошибку, ясно? Ты хочешь видеть, чтобы мы все гордились тобой, правильно? Я пойду, я пойду, Hauptmann, пойду Я знаю, рейтенант Хорошо, мы прикроем тебя, держи Давай Иначе мы бы не дошли Летенант должен был это сделать Так, пошли со мной, ребята Похоже, покажем Теракт снимает Флюгер, до слева Лейтенант, вперед, со мной Прикрой нас, стреляй во все, что движется Пойдем, Фриц Дитер 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 Я Я убил его Ну чего устанавливаешь? Стреляйте Я тебе дам шейсер Сюда иди Я убил своего друга Я его убил Это я его убил Я не достоин жить Ну и что, замолчи Да заснись же ты Спокойно Со мной так же было В ближнем бою это нормально Будь на его месте русский, он бы тебя прикончил Мама Как, как жаль, что я стою Ну, уходи Ну, 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 ну что же, что же я буду Я вот тебе Что, что наконец-то мы, мы с тобой останемся Да, мама И все И я не буду Флюгер, назад Осмотрите все И прихватите бочку с топливом Следующая цель диспетчерская 18 часов по немецкому времени Мне нужно два добровольца Мэйгер Гаупман Отлично Ну что, толкнем Раз, два, взяли За это мы получим железные кресты Они будут хорошо смотреться на наших гробах Поехали Прячься Если меня убьют Мама этого не переживет Железный крест Чего ждешь? Хочешь, чтобы мы потеряли еще 300 человек? Давай, пошел Вперед Прикройте выходы Стоять 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 Угибеть 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 Наложил в штаммы И не ты один Наложил в штаммы Я хотел выйти к Волге в определенном месте, у определенного города. Случайно он носит имя самого Сталина, но не думайте, что я рвался туда именно по этой причине. Речь Адольфа Гитлера в Мюнхенской пивной 8 ноября 1942 года. На самом деле этот город мог называться как угодно. Он важен исключительно тем, что это важный пункт, ведь там мы отрезаем транспортные пути, по которым перевозится 30 миллионов тонн грузов, в том числе 9 миллионов тонн нефти. Туда стекалась вся пшеница из гигантских областей Украины, Кубани, чтобы затем быть транспортированной на север. Там добывалась марганцевая руда, там находился гигантский перевалочный пункт. Я хотел захватить это все, и вы знаете, мы люди скромные, нам много не надо. Мы это и получили. Там остались невзятыми всего каких-то несколько совсем мелких местечек. Некоторые говорят, а почему же вы не сражаетесь там? Да потому что я не хочу иметь там второй Верден, а предпочитают добиться этого при помощи совсем небольших ударных групп. Время не имеет значения. По Волге теперь не ходит ни одно судно. Вот что самое главное. С Иванами держи ухо востро. Небольшие ударные группы. Что ты сказал? Ну, нас осталось всего шестьдесят два человека. Это тебе в коллекцию. А сюда нас, Пеп, приехало четыреста. Скажи это всем. Для поднятия духа. По крайней мере, нас греет русская Пеп-печка. Черт, опять я заикаю. Лучше заикаться, чем гнить в земле. Да. Поздравляю, малыш. Ты живой. Да, покури. У меня нет настроения пить. Вот гад. О чем думаешь? Ни о чем. Если начнешь думать, сойдешь с ума. Я и не думаю. Толстый. Выпей глоток. У тебя выключатель в ухе. Поверни его. И больше не будешь думать. Извини. Радуйся, что еще можешь плакать. Поплачь, как следует. Прочисти организм. Как тебя зовут? Мюллер. У нас этого добра много. До следующего боя продержимся. А ты везунчик, Мюллер. Гиги, Мюллер. Гиги, Мюллер. Ге-ге-эм. Все в порядке, Гиги. Все в порядке, Гиги. В чем дело? Ничего особенного, герл лейтенант. Русские пытались вытащить раненых. Вот я и выстрелил. Они снова вылезут. Тихо. Кто-нибудь знает русский? Я, герл лейтенант. Спроси их, согласятся ли они на временное прекращение огня, чтобы вытащить раненых. Простите, герл лейтенант, но это запрещено, я точно знаю. Гауптман наверняка бы этого не одобрил. Заткнись, мюллер. Ты понял, что я сказал? Я, я, я только хотел напомнить о нормальной процедуре. В этом городе делать что-либо нормально, может, только ненормально. Давай, Виль, это приказ. Наш лейтенант спрашивает, что вы должны идти с ранеными? Мы выходим, но вы должны выходить первые! Мы должны выйти первыми. Я не буду выходить. Эмик Хольц, здесь герл лейтенант. Объявите о временном прекращении огня. Нам нужны санитары. Чила 1 Улью, прекратить огонь и прислать санитаров. Я с вами, герл лейтенант. Чила 1 Улью, прекратить огонь и прислать санитаров. А тебе лучше остаться. Все будет хорошо. Ты похож на моего сына. А сколько твоему сыну? Три. Три. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пусти! Пусти! Оно, останься! Назад! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Алёша, всё будет хорошо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Осторожно, граната! Не стреляй, Гюльк! Прекратить огонь! За это вас наградят железным крестом, герл-лейтенант! Кто открыл огонь? Кто открыл огонь? Тихо, парень! Русские хотели атаковать, я сам видел. Поэтому и выстрелили. А что, дерьмо! Он прав, лейтенант! Я отдам тебя под трибунал. Отдавайте, лейтенант! Как бы пожалеть не пришлось, я сообщу о запрещенных контактах. Не надо никакого трибунала, герл-лейтенант. Мы сами с ним разберемся. И поместим в газете траурное объявление. Дерьмо. 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 Этька, ты арш! Эмигольд, скотина. Все время спит. Моя бритва. Кто взял мою бритву? Ты и так красавчик. Так и просишься на обложку армии сегодня. Расслабьтесь, ложная тревога. Они стреляли в чучело. А, почта? Давай сюда. Райзер? Я. Кемишульц. Что у нас сегодня на обед? Это вам, герлейтенант. Опять конская дерьма? Они там совсем рехнулись? Пусть сами едят. Кончи, стонать, Рола. Держи. Понимаю. Мы звери, напавшие на твою страну. Орла. Орла. Тут кое-что для тебя. Ты ничего не получил? Ты ничего не получил? Опять она пишет о том, что родила мальчика. Она мне уже об этом писала в прошлый раз. И ни слова о корове, которая должна отелиться. Ну да, она не из самых умных. Она в школе не очень успевала. Зато была самой маленькой. Он женился на короте. И что, зато она славная. Если б только знать, что с моей коровой ничего не случилось. Опять кто-то украл у нас яйца. Повесил он под лица. Кто бы говорил. Ты разве не обшариваешь русские трубы? Ну ты и сравнил. У нас дома нет войны. А вот письмо для тебя. Скотина. От жены? Нет, она осторожит нашей мебели. Шальке победил Гануэр 3-1. Алимания опять проиграла. Это написано в письме? После войны я буду играть за Бремен. Я уже тренировался. Футбол дерьмо. У меня есть лодка. Двухместная. Только я отдыхаю, моя старуха гребет. Вечером она устала и тихая. Тебе нравятся кролики? Плохо. Гвозди. Шлехт. Очень холодно. Филкалт. Холода. Это русская зима. Я делаю обувь. Зима, холодно. Я башмачник. Мой отец башмачник. Дед башмачник. Молчать, как будет по-русски молчать. Да ладно, пусть поют. Молчать, как будет по-русски молчать. Молчать, как будет по-русски молчать. Попробуй. Хороший хлеб. Эй, Роло. Эй, Роло. Мой отец башмачник. Мы сегодня прислали. Очень вкусный пирог. Хочешь попробовать? Что-то дома произошло. Что опять бомбардировка была? Так можно и так сказать. Когда я здесь жизнь рискую, как сука. Моя жена убежала с французом. Кригскофанена. С военнопленным. Молчать, что это все. Поверить в это не могу. А ты уверен в этом? Ну, может быть, слухи. Молчать, что это мне беспрессорно. Нет, это сама жена написала. Она хотела сама все мне сообщить. Стерва. Дьявол, мы же французов за шесть недель поставили на колени. И вот на тебя. Конечно, она боится. Ничего, русские за это заплатят. Сполна. Он же француз, а не русский. Мне насрать на это. Эй, что там такое? Да ничего, замолчи. Не твоего умодела. У него жена убежала с французом. Лучше не спрашивай его. 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 Снежный предъяв. Но, на это, вновь, TYNU заставь меня в покое. Доставьте меня в покое. Ты мой лучший солдат. Без тебя мы бы все погибли. Не понимаешь? Ролейдер! Ролейдер, Райзер! Лейтенант, за мной! За мной, быстро! Флюгер, флюгер! Прикройте! Пускай повсюду! Если мы не спутимся вниз, они нас отрежут! Райзер! Райзер! Да, я здесь, лейтенант! Рация не работает, лейтенант! Давайте, возьмите в руки огнеметы и вперед! Просто вы пойдете, Эмик Кольц, и я пойдем за вами! Хорошо, лейтенант! Останьте здесь! Не вернемся! Через два часа! Будешь нас искать в семь часов на местном районе! Эмик Кольц! Эмик Кольц! Не забудьте огнеметы! Эмик Кольц! Эмик Кольц! Эмик Кольц… Эмик Кольц он prioritize! Эмик Кольц Кольц из него Субтитры сделал DimaTorzok Лейтенант Айзер! Айзер! Роллинер! Субтитры делал DimaTorzok 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 Смотрите, детки, хлеб, ешьте, ешьте, смотрите. Вот, хлеб, хлеб. Санитары, санитары! Что это за лузарет такой, черт возьми, кто раненым здесь помогает? Хрен его знает. После того, как русские пошли в наступление, здесь столько людей, румыны в основном. Уберите, уберите меня отсюда. Я не хочу. Зови врача. Уберите, уберите меня, вынесите. Полежи, полежи здесь. Нам нужен врач. Все это бесполезно. Мне нужен врач. Нам нужен врач. Я не врач, поймите, я... Давай, давай, иди. Помоги, помоги нашему солдату. Давай. Черт возьми, Райза. Да убери ты свой автомат. Он что, должен умереть, что ли? Давай, работай. Я не врач. Всем молчать. Ни слова больше. Давай, приступай. Эдгар, врач уже пришел. Успокойся. Эдгар, врач. Эдгар, врач. Эдгар, врач. Эдгар, врач. Эдгар, врач. Идгар, врач. Прогите меня. Так, оружие в сторону. Он умер. Он умер. Я хотел бы поговорить с командующим, с генералом. Вы думаете, что вы какой-то особенный? У вас есть такое право, любитель русских. Вы увидите, как сюда. Учитывая ситуацию, господа, судя по всему, вы сказали, что русские, которые находились в лубкой Сальце. Русские нападают с севера. Столица Кличкоя движутся на юг. Продолжение следует. 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 Штрафной батальон, декабрь 1942 года. Шестая армия была окружена за четыре недели. Отто! 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 Ты уже привыкла? Ничего, скоро научишься. Что это такое? Что здесь происходит, черт? Возьми. Сему дорогу для рачителей до сих пор. Смотри. Весь Медалик, Ролан. Тебе нравится? Лёдесау. Возьми, кто-то не может приказать. Критит. Без тебя мы здесь все окажали. Отставить! Отставить! Лучше силы экономить для фронта. Все в машину. На, вальтер! Пошли. Ты тоже идея. Но я... Приказ, давай, пошел. Я не был человек. И не был человек. Критит. 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 До свидания. Приказ, что мы не могли надеть. Критит. Критит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, если кто-то из нас погибнет в бою, вы будете за это отвечать. Значит, вы согласны? Солдаты, мы дадим шанс штрафникам искупить свою вину. Вы все будете награждены после этого боя, и возвращены в ваши части, если команда не будет согласна. Хорошо, получите амуницию. И в вашу военную форму. Все свободны. Отто, уроки еще. Отто, подожди. У нас нет ни одного шанса. Вы знаете об этом. Вы знаете, что нам не сдастся. Вы знаете, что с нами будете за это делать. Я не был нацист, Отто. Мы не нацисты, Отто? Нет. Нет. Вы еще хуже, вы, сраные офицеры. Вы ведь поддались на все, что вам говорил этот маньяк. Вы ведь знали, что все это произойдет. Отто. 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 Если я выживу после всего этого. Я скажу мне, что я выживу, что я выживу. Серьезно. Я написал жене, что я выживу. А я бы хотел, чтобы кто-то написал моей жене, что я погиб в бою. Это лучше. Так будет лучше. Глядь мне. Но... Поверьте мне. Мы же опять домой. Мы ведь беремся домой, правильно? Когда-нибудь. И если уже. А потом что? Я тебе расскажу одну рождественскую историю. В целом году я был домой. Ровно год назад я был дома. Я был дома. Рождественский отец. Потому что мы подбили три танка. Моя жена и дети. Они ждали меня на вокзале. И они были мне. И они были мне. Я была абсолютно не знакома Иллюзия. Чем больше они пытались понять меня, тем больше я их ненавидел. То есть, когда я уезжал на следующий день, моя жена мне сказала, чтобы лучше меня здесь не было. Главное дети. И их жаль. Я пришел сюда. Так что сюда я приеду, как раз вовремя. Русские наступают. Поет рождественскую немецкую песню. Русские наступают. Русские наступают. Русские наступают. Эй, малыш, скоро здесь будет жарко. Ты ведь не будешь надоедать офицерам? Мы должны держаться вместе. Уже окончил школу. Никогда бы не подумал. Уже окончил школу. Урла, я похож на свою бабушку. Урла, дай мне минуту. Удачи. Стою! Урла, дай мне минуту. Уйти за дом. Огонь! 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 Защитим! 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 Фоя! Аааа! Ааа! 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 Бабакин! 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 Кост! 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 Подошли! Вот черт, я уже привык к его руке. Вот ведь проклятые. Все в порядке, Голпман? Голпман? Пусть они заняли меня только в правую руку. Повезло. Вот. Моя последняя. Мы пустим её по кругу лететь. Спасибо. Мы выстрелили. Пусть не обсуждайте армию роты. Пушку возьмём с собой. А лошади где? Мы лошади. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха! Разберять, зат Bar тайна! Ого! Ого. Отenga с собой! Урация на строк! Да! В回來 пусуху и герно. Отiggle до прив�ерия на строке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем выйти из машины! Живее! Закрой дверь! Холодно! Давайте, вылезайте! Отпускают меня! Мы остаемся здесь! Ты ж торехнулся? Да выходите же! Вы как раз русские заставляли вас пачкать штаны! Так точно, я трус! Я боюсь! Нет, точнее этот псевый отец! Где мои деньги? В месяц я получаю 36 марок! Если мне их сейчас же не заплатят, я... Отправлюсь домой. Пешком. Кончание. Сначала разобьем русскую армию, а потом и по домам можно. Меселье еще не закончилось. Ну, вот, я начинаю, подожди! Я на вход! Господи! Маш-то! А-а! Эри-ва! 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 В-Воль-воль-воль! Эрри-воль-воль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От имени фюрера 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 Халлер Выполняйте приказ Без отговора Как условились, ясно? Так точно Мы еще не закончили, герр Лейтенант Следуйте за мной со своими людьми Марш Господа Фриц Фриц Неужели они это сделали? Нам хотят напомнить На чьей мы стороне Слушайте меня Все эти гражданские Русские саботажники Они подлежат расстрелу Исполнять Они еще вчера начали убивать Какие русские саботажники? Это еда кончилась Вот и вся причина Я не стану стрелять Если откажешься, Геги Ты будешь следующим Чем скорее они отмучаются Тем для них же будет лучше Я не могу Герр, лейтенант Вон тот мальчик Он на нас работал И на Иванов тоже Заткнись Что там такое? Нам надо спешить У нас мало времени Герр, Лаупман Я знаю этого мальчика Он нам помогал Я за него ручаюсь Вы опять за свое? Соскучились по штрафбату? Или вас привлекает его Милая мордашка? Дед-то убийца Замолчи, замолчи, дурак Ты слышал, что он сказал Про штрафбат? Все на свои места Ты же офицер Сделай что-нибудь Тут ничего не сделаешь Тихо Выйти из строя, обер-ефрейтор Поганые свинья Я кому сказал? Герр, Гаупман Разрешите, я все объясню Выполняйте свой долг И не болтайте лишнего Или вы отказываетесь выполнять Мой приказ Гаупман Гаупман, он же еще ребенок Он не ребенок Он врат Хватит с меня этих жидовских штучек Если вы откажетесь стрелять Вы скоро займете их место Вернитесь в строй, обер-ефрейтор Вы не одобрите мой приказ А еще из офицерской семьи Внимание Внимание АНТЕСКИ 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 БАГ АНТЕСКИ ЕС ГЛОДОН 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не мы виноваты в гибели мальчика. Если вам тогда хватило духу, чтобы отдать приказ, отдайте его сейчас. Мы пойдем на аэродром, и я проникну в самолет, даже если в меня будут стрелять. Успокойся, толстый. Я решил уйти. Ты знаешь, что это значит? Ты хочешь дезертировать. Скажите ему, герл-лейтенант. Я больше не связан с ловом офицера. После всего, что случилось, вы имеете право уйти. Я не дам вам снова окунуть нас в день. Я не позволю вам, ясно? Это еще не конец. Понимаете? Мы должны быть благоразумны. Слишком уж ты послушный, Роллидер. Убей меня. Ты унтер-офицер. Это твой долг. Толстый. Останься. До лучших времен, Роллидер. Сражайся за нацистов, если хочешь. Кто идет со мной? Вернешься домой, передай от меня привет сыну. Ну, а ты? Это безумие, но я не могу. Не могу, и все. Пару дней назад я бы пошел с вами. Но сейчас... Жаль, что не могу составить вам компанию. Удачи. Кажется, ты проиграл свое пари лейтенанту, Роллидер. Черт, куда мы попали? Калянова? Не знаю. Кажется. Боже, Боже. Боже! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держись меня! Держись меня! Держись меня! Держись! 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 Гауптмана в покое. Моя нога. Боже, как больно. Это буду я не делать. Не осторожно. Я говорю тебе не надо. Отлично, еще вливание на него. Дай ему затянуться. Дай ему затянуться. Не без меня справа с парадной. Я умираю, вот так. Мы тут все припомним. Сыграю что-нибудь. Сыграю что-нибудь. Я хочу пыли. Сыграю. Сыграю. Ай. КОНЕЦ 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 Привет от фюрера. КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Живём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Встать! Встать! Встать, кому сказал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всем стоять смирно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доможите обстановку, Герр. Лейтенант. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы не заслужили этот орден. В немецкой армии мародёров расстреливают. Вы уже забыли, как это делается? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГЕГЕ! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты не должен умирать! ГЕГЕ! 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 Мы вернёмся домой, Геги. Мы вернёмся. Лейтенант, арестуйте этого человека. Он хотел меня убить. Лейтенант, доложить вам? Русского мальчика звали Коль. А этот юноша Мюллер. Мюллер, как многие другие. Мы можем договориться. Я готов всё забыть. Лейтенант. Вы, наверное, голодны. Господи, у меня есть припасы в белом доме. Это совсем рядом. Немец не должен стрелять в немца. Я немецкий офицер. Отставьте меня. Вспомните о присяге. Вспомните о присяге. Присягла. Вспомните о присяге. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эта сволочь не соврала, свиньи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не ешь сразу много. СТУК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фрит! Фрит! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 В порядке старшинства. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Он заслужил. Покойник Роло. Рост. Покойник Отто. Покойник Фриц. За удачное наступление. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полный комфорт. Козырь червы. И толстые козырь червы. Кстати, на десятке пикпет на кровь. Я это говорю, чтобы ты знал. Черт. Правая сторона. Крой играет в карты. А остальные трахаются. Толстый. Тебе несовестно? Перед смертью мне нужна женщина. И мне не из чего выбирать. Мог бы сделать мне одолжение застрелить меня, но, боюсь, для этого у тебя не хватит мужества. Наверняка дома тебя ждет молодая нетронутая невеста. Ты ее любишь, да? Еще бы. Любовь немецкого солдата растет с увеличением расстояния между ним и его женщиной. Но ты ее больше не увидишь. Признайся, идиот. Ты с ней даже... Чего разу не спал? Должно быть, ты хочешь отведать вкусы славянской плоти? Ну так вот она. Такая же белая. И мягкая, как у арийских девушек. Трахни меня и убей! Вот, убей себя сама. А мне уже надоело убивать. Выйди. Нет. Помоги мне. Я не могу. Я тоже не смог. Я немецкая шлюха. Я изменница. Уздор. Тебя заставили. Нет. Я должна себя убить. Я тоже так думал. Не задерживай игру, Лентень. Козыри пики. На десятки пик пятна кровь. Да что ты говоришь? Не обижайся на меня, если что. Я вас всех изучила насквозь. Моя мама была немка. Когда-то я любила ваш язык. Никогда себя не прощу. Я видел странный сон. Я хотел и спать, но я не мог, потому что спал. Дурацкий сон, герр лейтенант, да? Поешьте немного, герр лейтенант. А потом еще раз. Я ее научу хорошим манерам. Вы ее не тронете. Понятно? Вы ее не тронете. Всем встать. Выведите меня отсюда. Слушаюсь, герр гауптман. Герр лейтенант. Герр лейтенант. Не двигаться, Райзер. Думаете, вам удастся жить с сознанием того, что вы дезертиры? Заткни свою пасть. Не обманывайте себя Вы должны понимать, что вы были солдатами И остаетесь солдатами Ваш дом на войне Ты уже покойник Вот уже два года Каждую ночь мне снится один и тот же сон У меня попал снаряд Содрал с меня кожу И раздробил мои кости А знаете, что происходит потом? Я собираю себя заново Кусочек за кусочком Каждую ночь Никто из вас не в силах меня убить Никто Ты же был офицером Прекрати смеяться Отто Ищи приказ командира Я составлю рапорт Прекрати смеяться Это приказ Хель Гитлер Мне нужно выйти Подождите, Гауптман Я вам помогу На воздух Не все сошли с ума Отдыхнем пару минут и пойдем дальше Не спите, Гауптман Надо идти Плячь и замерзнем Что с ним? Генерал Унтер-офицер Роледа Реабилитированный награжден Дайте ваш автомат Он вам не понадобится Я дезертир Не болтайте глупостей и вставайте Что мне делать? Идите с нами Господа А где линия фронта? Пора вставать Не спите, Гауптман Я не хочу умирать У нас дома говорят Когда солдат погибает Им можно гордиться В этом ведь что-то есть? Сибирь Без меня Я достаточно померз Я вас провожу Я с тобой Неизвестно, куда мы придем Впрочем, какая разница Впрочем, какая разница Впрочем, какая разница Давайте Ну, пора, уже можно Мы хорошо отдохнули Впрочем, какая разница Впрочем, какая разница Впрочем, какая разница Не стреляйте, не стреляйте! Я за Винская! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Холод хорош тем, что ты ничего не чувствуешь Все, все, замерзай Дальше слезы Дальше слезы Холод хорош тем Что ты не рискуешь сгореть Ты был в пустыне? Тебе бы не понравилось Там так жарко Что весь исходишь потом Пустыни дерьмов Зато звезды Они так близко Понимаешь? Дальше слезы Дальше слезы В сражении под Сталинградом были убиты Умерли от голода Замерзли более 1 миллиона человек В том числе русские, румыны, итальянцы, венгры, немцы, австрийцы Из 260 тысяч Оказавшихся в окружении солдат 6-й армии 91 тысяча попыло в плен Откуда спустя годы на родину вернулось только 6 тысяч Субтитры подогнали Симон КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!